Итак, привет всем членам нашей семьи. С вами Дабгай. А если вы еще не член нашей семьи, обязательно подписывайтесь. А мы продолжаем играть за мафию в Италии. И у нас теперь под крышей находится Азия. У нас теперь под крышей находится, в принципе, часть Америки. Надо только разобраться с конкурентами в Европе, я думаю. И, в принципе, мы уже займем свою позицию в мире. Переправляются у нас войска из Азии как раз в Европу. После чего, я думаю, мы начнем войну с Рейхспактом. Поехали. А вот уже и Бельгия капнула. И остается не так много сил у Франции. Но наши войска уже движутся на позиции. Ну, как мы расставили авиацию. У нас, благо, самолетов уже просто безумно много. У нас ВВС сколько служит? 400 тысяч ВВС, 400 тысяч ВМФ. В армии 1,32 миллиона. Не то чтобы этого хватало, чтобы быть в Германию, но нам хватит. Да? И сразу же начинаем падение. Сразу же маринеткам, чтобы не отставать. Вот Украина не маринетка, поэтому не можем. Но сейчас ее все время должны призвать. Зелененькая. Здесь почему-то не зелененькая. Еще авиация не начала работать. Ну, вот бывает такое, что она не сразу применяется. Но уже должно пойти. Да, все хорошо. Отлично. Мы спасем интернационал. Теперь они тоже под нашей крышей. Воздух весь, конечно же, невероятно зеленый. В принципе, отлично. И вот так вот выглядит сейчас эта война. Стороны ужасно истощены. Но на помощь приходят итальянские друзья. Итальянские друзья, да. Крацузы поняли, что без крыши им никуда. И я думаю, они отдадут нам нужные процентики успеха победы в этой войне. Мы, кстати говоря... Да, уничтожено русских самолетов просто безумно много делаем. Давайте еще и флотом поработаем. Я думаю, с флота тоже немножко получим в себе участие в войне. Ну и да, наши подлодочки тут устраивают немцам неплохую жару по конвоям. Ну, отлично. Еще плюс фарскор. Нас здесь немножко в Африке чуть-чуть душат. Ну, примерно пофиг на Африку. Нам хватит просто рейхспак добить в Европе. Дальше уже нам не сильно что-то интересное будет. Немножко перегруппируем наши силы. Да. Чуть, чтобы фронт получше стал. И сейчас, после новой подготовки, начнем снова атаку. Тем более, что каждый день этих боев мы просто... Так, тотально уничтожаем их авиацию, что даже на это страшно смотреть. Еще и Россия нападает на Германию. Они поняли, что не успевают на дележку. Надо хотя бы пару тысяч погибших сделать. Прямо как Италия во Второй мировой войне в реальности. Но Россия уже опоздала. А вот о падении Берлина. Итальские войска проходят парадом через Бранденбургские ворота. Ага. Ну что, сколько вам осталось в Германиях? В Германиях, как будто еще даже есть у них желание воевать. Но мы такое быстренько остановим. Ну и почти все мы здесь добили. Еще чуть-чуть Украина осталось, чуть-чуть Литвы, чуть-чуть Германия. Но все все еще держатся. Хотя уже и вот-вот капнут. А вот оно произошло. Крах рейс-пакта. Ребята, мы победили в Европе так вот быстро, пока французы не могли ничего сделать. А вот и кап. Пора делить захваченное. И вот нападение Германии, конец эры. Добиваем тут не так много осталось всегда этих ребят. Но в целом можно уже сказать, что мы победили в этой кампании. Ну что ж, вот она прекрасная Европа под Италией. Что нам остается? Подобивать, наверное, еще метких врагов вот этих вот в Европе, пожалуй. Или... Ладно, давайте сделаем финальным боссом Россию. Потому что мы с ними не в союзе. Они не под нашей крышей. Мы не можем в Европе оставить никого не под нашей крышей, да? Такого вот независимого. Интернационал-то, понятно, под крышей. Их трогать уже не надо. Мы никому не позволим их трогать. А вот Россию надо под это подбить. О! Блядь, войну королевства. А, нет, это не нам. Я подумал, нам они сами в Юлию. Нет. Поэтому армии идут на восток. Так, мы идем на Россию. И я уже авиацию тоже отдаю нашим генералам. Пускай они сами там себе ее раскидывают, как хотят. Мне уже впадут здесь все регионы перебрасывать. Блин, займет это целых 125 дней. Ну, мы успеем довычить все наши дивизии до последнего левела. Но улучшать их особо некуда. Как сделать их еще с большим количеством артиллерии? Хочется или хочется? Слушайте, а что бы нет? Верно? У нас, помните, у нас там куча бафов на организацию. Потому что семья это самое сильное, что есть в этом мире. Верно? Так что, почему бы нет? Почему бы не сделать вот так? У нас есть на это вообще артиллерия? У нас есть на это артиллерия. У нас 24 тысячи артиллерий в наличии. Почему бы, собственно говоря, и нет? Тем более, у нас еще есть... Так, греца капитулирует. Да, плевать. Честно говоря, у нас еще есть вот здесь вот баф на артиллерию. Он тоже будет работать в этих дивизиях. Давайте-ка. Слушайте, им даже обучаться не пришлось. Кайф. Отлично. Так вот, еще обновим. Это кто-то не моторизован. И... Да, мы готовы. Надо помнить, что у нас еще вот здесь вот есть союзные войска. Хоть их и совсем мало, но они есть. И они тоже будут отвлекать на себя российские войска. Конечно, по промышленности... Хотя, слушайте, нет. По промышленности мы даже сопоставимы вполне себе. Ну, с паренетками вряд ли. Но, тем не менее, в целом, да. И авиации у нас, скорее всего, все-таки больше. И она, скорее всего, намного лучше. Да, так и есть. КБ готов. Начинаем нашу последнюю войну. Призываем всех ребят в нее. И... Да. Вторая русско-японская. Да, это именно русско-японская. Все правильно. Это точно не итало-российская. Или мафиозно-российская. Это точно не передел имущества. Абсолютно верно. Ну, и входим. И, конечно же, очень хорошенько. Авиация работает. Просто безумно здесь. Благо, ИИшки все в авиации представляют. В целом, я бы сказал, вот эти вот самолетики. Вот здесь вот боты используют нормальные генералы. Ну, и, конечно, если самолет хороший, то они и побежают. Хотя, видите, здесь, допустим, прям так это... Прямо у нас тоже самолетики какие-то сбивают. Ну, их просто больше. И у них обнаружил... Хотя нет, слушайте. Да, просто не такие плохие самолеты, видимо, у бота. Либо что. Ладно, в любом случае, размет для нас шикарный. И везде мы имеем зеленый воздух. И везде у нас штурмовики просто безумный урон наносят. Господи, как меня бесит Кайзер Редакс вот тем, что здесь эти ивенты все еще не сделаны. Вот сюда в незначительные события. Хотя ванили даже это уже, ну, сделано так. Здесь войска из-за всяких капитуляций оказались без этого приказа, да? Ну, они немножко... Немножко здесь фронты поломались из-за вот этих проливов. Ну, ничего, мы добились здесь. И уже мы взяли здесь Краснодар. Скоро дойдем до самого Кавказа. Хотя Кавказ не совсем российский, да? Более того, вот этот стейд даже нам принадлежал. Мы его взяли, но уже нет. Так что, да, я думаю, поражение близко. Ну, как-то единственное... Не так быстро оно подходит, но подойдет же, верно? Устанавливаю я его немножко, чтобы войска перегруппировались. Планирование снова поднабрали как-то фронт. Получше сделали. И затем мы перейдем уже непосредственно в, наверное, финальное наступление. Тут уже, скорее всего, плюс-минус войска сломлены. По боеспособности. Вот, тем не менее... Блин, вообще не обязательно. Кстати, промышленность есть, запасы должны быть, людей хватает еще. Способность должна быть еще вполне себе нормальной. Так что они еще долго будут сопротивляться. Другой вопрос. Хотелось бы, конечно, чтобы они побыстрее капнули. Если что, у нас кончились люди в армии, к сожалению. Из-за этого я, знаете, что делают? Правильно, поднимаю. Собственно говоря, по службе закон. А еще, я думаю, я распущу просто вот этот флот. И он, типа, ну, не нужен, господи. Давайте лучше это все вон пауэр пойдет. А вот мы доставили Грузию капнуть, и Кавказ уже почти что нам подчинился. На самом деле здесь очень жесткие битвы происходят, потому что постоянно фронты ломаются из-за этих вот переходов, господи. Как мне это надоело, но, тем не менее, мы вроде как справились. Я бы эту галочку остановил, на самом деле. Добить здесь, и после этого реорганизоваться как-то вот здесь, наверное. Ну да. А еще я такой решил, блин, у меня тут войска потеряли опыт. Почему бы им не потренироваться, верно? Тем более, пока зима идет. В китае, кстати говоря, идет война, причем такая нелегкая. Я забыл, что здесь еще остазия есть. Но ничего, они камбэкнут. Тут есть Роллингтон Фейс, агент невероятно, конечно. Да, но я искал себе вот этого, наверное. Забавный агент, забавный. Мы делаем вот так, чтобы у них... О, у них товар-саппорт падает вниз. И потихоньку тоже, и от иностранной пропаганды тоже это будет. Все дообучались, нажимаем снова стрелочку, поехали. Еще я по логистике решил давать удары, типа, блин, давайте уже закончим побыстрее, пообузим самую сильную, так сказать, миссию самолета в игре. Заставили мы капитулировать в Финляндию, почти. Вот сейчас, да. И остается лишь чуть-чуть добиться российской игры. Территория передалась Украине, кроме ограниченных, странно. Ну, допустим, Российская республика, да. Чуть-чуть-чуть, но надо до Екатеринбурга добраться, и где-то там уже будет долгожданная капитуляция. И только что произошел какой-то Кайзершизм-ивент. Мы пушим, 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 и тут хуяк. Что это за говно? Почему у меня внезапно все территории были переданы России обратно? Это неприятно. Я наберусь до Екатеринбурга и посчитаю, что я выиграл эту войну, потому что, ну, это, блядь, ну, это несерьезно. Какие-то скрипты, видимо, сломались, я не знаю. Итак, мы его взяли, и Россия капнула. Пришлось мне немножко заниматься разными вещами, но Россия капнула, потому что, ну, это реально несерьезно, что у меня взялось, и вся территория просто передалась обратно во время войны. Блин, крут, конечно, спасибо, но, блядь, нет, это ненормально. Блин, ебать, что? Это, типа... Это где-то там так написано? Почему мне остается только всего? Ладно, пора вернуться в свою территорию, но что-то тексты навалили жесть. Итак, судьбы закончились, в Крамере, видите, не вскакивают новые никакие. И я бы на этом и закончил серию. Можно, конечно, пойти и от Африку все отпевать, но, блин, это ультра-скучно, ультра-неинтересно и ультра-долго. То же самое с этой Остазией, то есть, ну, как бы, понятно, что мы сейчас сюда войска приведем, и просто, ну, она снесется, потому что там только Остазия. Как бы, Великий Рава здесь уже не осталось, мы еще и опять забывался... этот, забывался интерфейс войны, ну, что поделать. Ладно, ребят, с вами был Дубгейм. Обязательно подписывайтесь, потому что, помните, семья сильнее всего, семья всегда побеждает, и все точно не проспонсировано доменьком Дорента. А с вами был Дубг, опять-таки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok